День подразделения по вопросу миграции МВД России Андрей Анатольевич Кадышев Здравствуйте Добрый день Я думаю, что сегодня мы поговорим о том, как развивается паспортная система и какие госуслуги оказывает, в частности, ваш отдел, специалисты вашего отдела И первый вопрос, наверное, вернемся к самому началу Что послужило основанием для образования паспортной системы в России? Это было 300 лет назад, и какие основные факты и даты вы можете сегодня вспомнить? Да, ну, 300 лет назад, как вы уже сказали, в 1719 году по указу Петра I была организована учетная система всех въезжающих в Российскую империю иностранных граждан Вот, собственно, с этой даты все и началось Далее Петром в 1721 году организована выдача паспортов для крестьян, которые покидают свое место жительства Это было такое подобие современных загранпаспортов К концу 19 века паспорт уже приобретает современный внешний вид Он становится похож на книжечку В нем прописывается сословие гражданина, его вероисповедание и род деятельности При советской власти в 1918 году паспортная система ликвидируется В 1932 году паспортизируются крупные города, то есть жители крупных городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород получают свои паспорта В 1960 году при Никите Сергеевиче Хрущеве выдаются паспорта всем крестьянам А в 1974 году паспорт становится бессрочным документом и выдается всем гражданам СССР Вот вкратце такая вот небольшая история подразделения по вопросам миграции Что касается современной истории нашей с вами, то здесь хочу отметить такую дату, как 2006 год Это дата образования федеральной миграционной службы, которая занималась вопросами паспортизации населения и их регистрационного учета Но в отличие от подразделений паспортно-визовой службы, миграционная служба занималась также и блоком работы с иностранными гражданами То есть было введено такое понятие, как миграционный контроль Возникла необходимость в контроле за приезжающими иностранными работниками, которых мы с вами все наблюдаем здесь Также возникла необходимость в выдаче разрешительных документов, патентов, разрешения на работу Возникло такое подразделение, как отдел по вопросам трудовой миграции, отдел иммиграционного контроля И работа с беженцами и вынужденными переселенцами Далее в 2016 году в целях оптимизации управленческой деятельности указом президента Российской Федерации 5 апреля 2016 года федеральная миграционная служба была упразднена Ее функции были переданы в подразделения, вновь созданные подразделения по вопросу миграции, органов внутренних дел Как раз та самая реформа, о которой очень много говорили А что если проанализировать, что изменилось после этой реформы? Ну вообще, конечно же, основные направления работы наших подразделений, они сохранились Государственные услуги, которые оказывались в миграционной службе, они по-прежнему продолжают оказываться Здесь никаких глобальных изменений не произошло Немного поменялась структура подразделений, которые сейчас называются подразделения по вопросам миграции Раньше они назывались отделы УФМС Ну в целом, в общем-то, переходный период, я могу сказать, он прошел достаточно так гладко и мягко, без особых каких-то сильных потрясений Сколько сегодня в Самаре подразделений, чем они занимаются? Опять же, какие госуслуги оказывают? В Самаре наряду с нашим подразделением еще есть функционируют 9 подразделений по вопросу миграции Они располагаются в каждом муниципальном районе, внутригородском районе нашего города Основной вид деятельности наших подразделений, это, конечно же, оказание государственных услуг Могу сказать, что за первые полугодия 2019 года нами оказано порядка 125 тысяч государственных услуг Из них порядка 90 тысяч – это регистрация граждан Российской Федерации, снятие их с регистрационного учета Порядка 25 тысяч паспортов граждан Российской Федерации мы выдали за полгода И где-то 5,5 тысяч загранпаспортов Подразделение управления МВД России по городу Самаре, которое возглавляю я Оно занимается, в первую очередь, контрольно-надзорной деятельностью за использованием труда иностранных работников То есть это проведение мероприятий по соблюдению миграционного законодательства Как самими иностранными гражданами, так и их принимающей стороной и работодателями Естественно, в ходе наших мероприятий мы выявляем нарушения Такое бывает достаточно часто За полгода мы выявили порядка тысячи нарушителей миграционного законодательства Больше ста человек мы из них выдворили с территории Российской Федерации И примерно 250 иностранных работников Это те люди, которые были нами оштрафованы, но продолжили здесь находиться И, наверное, мы все-таки их стараемся направить на путь оформления и получения документов разрешительных Откуда из каких стран республик нам едут в Самару? Есть такая статистика? Да, ну она из года в год остается, собственно, неизменной Традиционно это граждане Узбекистана На втором месте у нас Таджикистан Потом идет Азербайджан, Киргизия, Армения, ну и так далее Если вернуться к госуслугам, то получать их стало намного проще Изменяются варианты, методы получения, оказания этих госуслуг Что сегодня лидирует по показателям? Чем люди пользуются, граждане России, к чему прибегают? И что вы рекомендуете как специалисту? Что проще и легче? Конечно же, нельзя здесь в нашем разговоре не упомянуть о сайте госуслуг В последнее время данный сайт набирает большую популярность Стало очень удобно с мобильного телефона пользоваться данным сайтом И сейчас, по сути, любой гражданин, который захочет, например, зарегистрироваться Или получить паспорт, ему достаточно с мобильного приложения зайти к себе в личный кабинет Отправить к нам в подразделение заявку И уже по приглашению прийти и получить документ В частности, могу сказать о замене паспорта гражданин Российской Федерации Людям, которые обращаются через сайт госуслуги Мы меняем российский паспорт в течение часа То есть это очень удобно Заявку можно сформировать, но не выходя из кабинета Да, у нас есть несколько вопросов от телезрителей, которые к нам поступают И хотелось бы задать сейчас вам их Анатолий спрашивает, как попасть на работу в миграционную службу, какие специалисты востребованы? Вы знаете, у нас миграционная служба, она состоит из сотрудников органов внутренних дел, тестованных сотрудников, которые носят погоны Также у нас есть государственные гражданские служащие и работники, довольно наемные В зависимости от категории, под которую попадает Анатолий, я рекомендую обратиться в наш отдел кадров И там же ему будет разъяснен весь порядок оформления документов Нам достаточно того, чтобы у человека было образование Это либо среднее специальное, либо высшее И желание трудиться, работать Какое-то внутреннее чувство ответственности Чувство того, что он выполняет общественно значимую работу Вот и все Ну я думаю, что логично сейчас было бы узнать, как вы попали на эту службу Почему выбрали именно эту профессию Вы продолжаете семейное дело, либо первопроходится в этом направлении? Семейное дело я не продолжаю, я вообще сотрудник органов внутренних дел с 99-го года Я закончил Самарский юридический институт Минюст, в свое время он назывался так Какое-то время проработал в уголовно-исполнительной системе Потом в различных подразделениях главного направления внутренних дел Самарской области И как раз после образования федеральной миграционной службы Я решил себя попробовать на таком новом поприще Мне было просто интересно Служба была новой И я думаю, что это будет какой-то для меня личный внутренний опыт полезный Поэтому в 2007 году я перешел в подразделение миграционной службы Ваш интерес оправдался? В чем увлекательность вашей профессии? Кроме того, что ваша служба опасна и трудна? Вообще, наверное, как любая работа, которая связана с общением с людьми Она приносит свой какой-то положительный результат Ты как-то внутренне растешь, развиваешься, наверное Здесь работа такая, что ты всегда находишься в тесном общении С гражданами Российской Федерации, с теми же самыми иностранными гражданами Ты очень много узнаешь человеческих судеб Поскольку, ну, сами понимаете, люди к нам едут тоже не от хорошей жизни И я удивился в первое время, когда мне встречались люди с высшим образованием Люди, которые приезжают сюда на заработки Да, это учителя Я даже знаю несколько примеров из Таджикистана Едут учителя Да, со многими из них, причем очень интересно пообщаться, как с обычными людьми Они могут многому тебя даже научить Вот в чем дело, поэтому это очень интересно Вернемся к вопросам от телезрителей Мария Анна спрашивает Сколько человек можно прописать в квартире по определенному адресу? Ну, это такая актуальная проблема, потому что мы знаем, перечень бывает Да, проблемы действительно актуальны Но могу отметить, что здесь всегда нужно руководствоваться, на первую очередь, здравым смыслом, что ли Да, поскольку для наших сотрудников нету сейчас определенных каких-то норм законодательных Которые бы говорили нам, что вот здесь вот мы можем прописать 3 человека Здесь мы можем прописать 23 человека, да, и так далее Наши сотрудники, они руководствуются документами, которые перечислены в регламенте в федеральном законе То есть, если человек к нам пришел и прописал 3 человека, да, у себя в квартире Ну, конечно, мы пропишем этих людей Все, если человек пришел через день еще 3 человека, а потом еще, еще 3 Тут здесь уже вопрос Скорее всего, нужно посмотреть о том, на предмет того, неэффективна ли эта регистрация Вот этой работой наши сотрудники занимаются ежедневно Каждый адрес, который попадает в поле зрения наших сотрудников Он прорабатывается на предмет эффективности регистрации Это что касается и иностранных граждан, и граждан Российской Федерации, неважно Есть в уголовном кодексе статья номер 322 уголовного кодекса И, соответственно, по этой статье мы активно работаем Иногда видишь в городе объявления, где обещают организовать регистрацию, прописку и так далее Как реагировать на такие объявления, причем они на каких-то вот киосках Я могу сказать, что все эти объявления, которые очень так вот заманчиво на первый взгляд Сделают прописку, регистрацию за один день, недорого и так далее Их нужно обходить стороной Могу рассказать пример, когда я работал руководителем отделения, подразделения по вопросу миграции промышленного района Был один случай, мама мальчика, который пытался устроить его в детский сад Вот прибегла к, скажем так, к услугам вот таких вот недобросовестных помощников, в кавычках И у нее возникли проблемы с законом, поскольку вся вот эта регистрация, она фиктивная по большому счету Очень часто вообще никаких действий не производится Человек отдает какие-то деньги, ему в конверте через какого-то посредника кто-то передает такой листочек с регистрацией Да, она его относится в детский сад или в школу А потом все это сотрудниками прокуратуры ежегодно проверяется и перепроверяется Если будет выяснено, что эта регистрация фиктивная, то здесь уже будет стоять вопрос о привлечении к уголовной ответственности Так что избегать в первую очередь и никогда не смотреть в сторону таких объявлений Хотелось бы узнать, с какими показателями вы подходите в этом году к юбилею Может быть, они какие-то выдающиеся Или что может быть в вашей работе На самом деле, да, на самом деле есть, скажем так, показатели Но я могу сказать, что в первую очередь, что касается подразделения по вопросу миграции У нас отмечается рост по выданным паспортам граждан Российской Федерации По росту регистрации по месту жительства Но это связано в первую очередь с привлекательностью некоторых наших районов внутригородских Куйбышевский район, где идет активная стройка Красноглинский район Собственно, вот эти два показателя Два района делают нам большие показатели Что касается контроля надзорной деятельности за иностранными гражданами Могу сказать, что мы по сравнению с прошлым годом Привлекли к административной ответственности в два раза больше нарушителей, чем в прошлом периоде И, собственно, то же самое касается их работодателей Штрафы, вы сами знаете, у нас большие, вы, наверное, слышали На юридическое лицо 250 тысяч рублей за одного иностранного гражданина Поэтому, конечно, у нас нет такой цели всех привлечь 100% и, как говорится, перенаказать Мы тоже все прекрасно понимаем, штрафы большие Мы стараемся работать с работодателями В первую очередь, профилактического характера меру принимать Потом уже, если человек не понимает, действительно, приходится наказывать Поэтому показатели есть, показатели достаточно неплохие Я думаю, что мы продолжим с такими же показателями И, скажем так, шагнем в следующий 2020 год Прошлый год, наверное, был для вас очень активным, сложным и ответственным В связи с тем, что в Самаре проходил чемпионат мира по футболу Как вы справились с такой задачей? И что вам запомнилось именно с этого периода? Да, вообще, как и для любых, для всех сотрудников органов внутренних дел Он, конечно, был напряженным периодом Все наши подразделения городские, они были наделены такими полномочиями, как миграционный учет приезжающих туристов В каждом районе нашего с вами города мы принимали иностранных гостей, регистрировали их И снимали их с миграционного учета Поэтому сотрудники нашего подразделения, городского отдела, они работали в районах городских То есть оказывали помощь при регистрации этих сотрудников Ну, запомнилось, что запомнились, в общем-то, сами граждане иностранных государств Колумбийцы очень веселые были, ребята Поэтому всегда с песнями, с таким, знаете, с таким настроением очень позитивным были В общем-то, в целом, как бы, прошло сложно, но период был интересный Есть что вспомнить Как будет меняться и развиваться паспортная система и сам паспорт? У вас уже вот есть какие-то обсуждения, потому что в последнее время что-то вот говорится про там электронику Какие-то электронные виды паспорта, еще что-то Ну, вообще, конечно, такие изменения планируются Есть уже определенный ряд там законопроектов, я слышал про них Будет введен электронный документ Вот, но пока никаких, скажем так, документов, которые предписывали бы нам, как дальше работать Руководству к действию, ничего такого не было Поэтому сейчас мы выдаем те паспорта, которые выдавали и раньше Обычные в форме книжечки С какими проблемами к вам чаще всего обращаются граждане? Может быть, какую-то дать полезную информацию? Как себя вести в том или ином случае при утере паспорта? Если забыл вовремя его поменять и уже стоишь у трапа самолета Вернее, нет, тебя еще даже не пропустят Вот что в таких ситуациях делать? Или тебе нужно срочно вылететь, а ты еще по возрасту там не заменила? Вообще, да, чтобы избежать вот таких вот ситуаций, как вы привели в пример Нужно, во-первых, для начала, пока паспорт имеет статус действительный То есть пока не подошел срок обмена паспорта, да Нужно зарегистрироваться на сайте госуслуги, чтобы потом было проще его поменять Поскольку если, скажем так, подошел период, допустим, человеку исполнилось 20 лет Он не зарегистрирован на сайте госуслуги, но очень хочет воспользоваться этим сайтом и поменять паспорт Он, к сожалению, со своим 20-летним паспортом уже не сможет зарегистрироваться там Потому что система будет выдавать ему как просрочку документов Нужно это делать заранее немножко Поэтому я всех призываю к тому, чтобы зарегистрироваться на сайте госуслуги Для того, чтобы потом можно было также перед экстренным вылетом, например, куда-нибудь взять и поменять свой паспорт за один час Вот и все Ну и, естественно, что касается, повторюсь, вот этих вот объявлений по регистрации там срочно, быстро, за деньги и так далее Ни в коем случае не смотрите в их стороны Это мошенники, они очень нехорошо поступают Поэтому регистрироваться нужно там, где вы по факту проживаете Да, я всегда отвечал на такие вопросы У всех при желании есть знакомые, родственники, которые пойдут к вам на встречу и зарегистрируют у себя, если это нужно Поэтому здесь нужно рассчитывать, конечно, на себя самого, а не сторонние какие-то организации и силы Вот и все Как часто граждане теряют паспорта или происходит порча вот этого документа И что делать в данном случае, как быстро он восстанавливается и выдается Что касается утраты паспортов, могу сказать, что это ситуация, скажем так, достаточно часто встречающаяся В каждом подразделении у нас есть отдельные, скажем так, сотрудники, которые занимаются этим направлением работы Паспорта теряют, да, это жизненно, наверное, ничего с этим не поделаешь, к сожалению При утрате паспорта человек обращается к нам с соответствующим заявлением Далее, после того, как проходят определенные проверки, ему выдается новый паспорт При этом он оплачивает государственную пошлину и административный штраф Если говорить про иностранных граждан, как долго они могут пребывать на территории России И в каких случаях этот срок продлевается? Вообще есть так называемый общий срок пребывания иностранного гражданина Когда иностранный гражданин въезжает на территорию Российской Федерации У него есть три месяца для того, чтобы здесь, скажем так, находиться и покинуть территорию Российской Федерации За эти три месяца иностранный гражданин должен определиться для себя То есть, если он въехал, например, с целью работы, он обязан оформить себе соответствующий патент, либо разрешение на работу. Если он этого не сделал, через три месяца иностранный гражданин выезжает и выезжает заново еще через три месяца. То есть, три месяца здесь, три месяца на родине. Есть у нас, к сожалению, и такие факты, когда иностранцы не выезжают с территории Российской Федерации. То есть, это называется уклонение от выезда с территории Российской Федерации. Таких людей мы ловим и выдворяем их принудительно. За полгода мы выдворили порядка 120 где-то человек. Был вопрос от телезрителя, кстати, по поводу выдворения. Люди волнуются, за чей счет и как происходит эта процедура? Вообще, законодателям определено, что выдворение происходит за счет работодателя самого иностранного гражданина. Это действительно так. К сожалению, не всегда представляется возможным установить работодателя, поскольку иностранный гражданин, во-первых, не всегда сознается, у кого и где он работает, и не всегда возможно его поймать именно на работе у какого-то конкретно работодателя. Зачастую их, скажем так, выявляют и наши сотрудники, и сотрудники постовых, постовой службы, патрульно-постовой службы в период патрулирования территории. Таких людей суд выдворяет либо за свой счет, либо приходится выдворять их за счет государства. А какие нарушения чаще всего допускают иностранные граждане на территории России, в частности, в Самаре? Вот есть такая, часто говорят, криминальная составляющая, процент какой? Часто говорят, что такой криминал в основном. Вообще, на самом деле, говорить о том, что криминал, наверное, не совсем будет правильно, поскольку доля совершенных преступлений иностранными гражданами от общего количества, она на самом деле невелика. Да. Вот. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что иностранный гражданин, который находится здесь незаконно, да, он не выплачивает налогов, да, непонятно, где он находится и чем занимается. То есть контролировать пребывание этого иностранного гражданина здесь мы уже, к сожалению, не можем, сами понимаете, да. Вот. Другое дело, когда человек приезжает сюда, скажем так, с целью добросовестно работать, он оплачивает налоги, он проходит медообследование, во-первых. То есть у него выявляются все заболевания, если они имеются, да. Вот это в первую очередь нужно рассматривать, как вот, скажем так... Ну, то есть преступлений, как таковых, процент невысокий. Преступлений, процент невысокий, да, преступлений, но административные правонарушения, они все же есть. И основным административным правонарушением является у нас нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Далее идет трудовая деятельность без разрешительных документов. То есть, я, как уже говорил, более 200 человек мы выявили таких нарушителей. Соответственно, что касается работодателя, это привлечение иностранца для работы без патента. Это здесь уже ответственность юридического и должностного лица граждан Российской Федерации, да. Вот. И можно отметить такое нарушение, как торговля в неустановленных местах. То есть есть постановление правительства, которое нам говорит о том, чем иностранцы могут заниматься, законно находящийся. Так вот, все мы с вами видим, когда на улицах нашего с вами города процветает вот лоточная торговля, сезонная такая, да. Так вот, если иностранный гражданин находится здесь, скажем так, временно, временно пребывает, торговать на улицах он не может. Вот. Могут торговать иностранцы, которые имеют вид на жительство. Вот. Бывшие, скажем так, выходцы из стран СНГ, то есть граждане России, но корнями они, скажем так, из других республик, они могут торговать. Если иностранец сюда приехал временно подработать, торговать на улицах он не может. Поэтому таких нарушителей мы тоже штрафуем практически каждый день. — Требования по знанию иностранным гражданинам русского языка. Какие на сегодняшний момент, в том году, или в прошлом, или позапрошлом обсуждалось? — Сертификат. Да, обязательно можно сертификат. Если иностранец приехал сюда с целью работы, он хочет получить патент на работу, то есть быть честным, законопослушным гражданином, который приехал сюда с целью заработка, ему нужно пройти тестирование на знание русского языка. После тестирования он проходит обязательно медицинское обследование и уже, оплачивая госпошлину, получает патент на работу. И может смело трудиться, никого не бояться. — Какой случай из вашей практики вы можете привести для того, чтобы продемонстрировать вашу работу, специфику вашей работы, если вспомнить? — Есть два таких случая, которые я часто вспоминаю. Первый — это когда мы поехали в ночной рейд, где-то в 2 часа ночи, наверное, на сельскохозяйственное предприятие, которое находится далеко-далеко в поле. Это была осень, и пошел сильный дождь, ливень. То есть у нас уже в машине сидели нарушители законодательства, мы их пытались вывезти с этих полей обратно, и мы застряли. И в итоге мы 2 часа толкали по полю эту машину вместе с этими нарушителями. То есть, понимаете, приехали, наверное, часов в 5 утра, все грязные, все мокрые, сырые. Это случай я толк. Но это больше такой, наверное, веселый. А из грустного есть одна история, когда тоже я работал начальником промышленного подразделения, пришел на работу, в 9 утра сидит на пороге один гражданин, грязно одетый очень, то есть такой, и просит помощи. То есть это оказался гражданин Узбекистана, который оказался в очень сложной жизненной ситуации, но он плакал практически, сидел. Да, он приехал сюда тоже с целью заработка, потерял документы, ему что-то там отрезало палец где-то на стройке, в общем, долгое время пробыл он в больнице, и, в общем, оказался без средств к существованию совершенно. Вот пришел в первое подразделение по вопросу эмиграции, которое увидел на своем пути, сел на пороге и начал нас ждать. Вот пришлось ему оказать помощь. Мы проводили, напоили его чаем, отогрели, как говорится, но потом уже провели все соответствующие процедуры, предусмотренные законом. Ну так. Да, человеческие отношения, они, конечно, останутся всегда. И праздник, вот этот трехсотлетие, как вы будете поздравлять друг друга, отмечать, и что бы вы, наверное, хотели пожелать своим коллегам в этот день? Вот что важно в вашей профессии, чего бы вы хотели пожелать? Знаете, я в преддверии этого праздника хотел бы, во-первых, поздравить всех ветеранов, миграционной службы, паспортной и визовой службы с этим замечательным, замечательной датой. Пожелаю бы всем крепкого здоровья, семейного благополучия и, скажем так, внутренней уверенности и счастья. Вот, отмечать мы его будем тортиком и чаем здесь, в кругу нашего небольшого маленького коллектива. Собственно, и все. И еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, что уже общеизвестно, что Россия без мигрантов не обойдется, без иностранных граждан, вот как страна, да, что они нам тоже необходимы. Как сделать так, чтобы люди эти жили в нашем обществе и возникало как можно меньше проблем от этого, от того, что мы живем все вместе, и они на территории все-таки для них другой страны, чужой? Вообще, да, на самом деле такая есть проблема, но, знаете, она зачастую кроется и не столько в самих иностранцах, сколько вот в нашем населении. И менталитете, наверное, уже, да? Менталитет, вот есть граждане, которые при виде иностранного гражданина сразу начинают думать непонятно, что это иностранец, это преступник, и все плохое, это все иностранные граждане. Но не всегда это так, и зачастую люди приезжают сюда с целью просто заработать денег. Они такие же, как и мы люди, им также хочется кушать, да? Я считаю, чтобы для того, чтобы меньше проблем возникало, нужно ликвидировать вот это недопонимание, которое существует сейчас, нужно общаться больше с населением, нужно разъяснять им, кто такие эти люди, зачем они сюда приезжают, на кого следует обращать внимание, а на кого нет. То есть, и также проводить такую работу с гражданами, поскольку сейчас, вот, например, приезжает очень много молодых работников, да, то есть, те люди, которые не жили во времена Советского Союза, молодежь другая стала, да, мало кто знает русский язык, вот, мало кто знает наши традиции, образ жизни, да, привычки и так далее. Эту работу тоже нужно проводить, нужно людям разъяснять. Вы приезжаете в другую страну, да, здесь принято делать так, так здесь делать не надо, да, сюда можно ходить, сюда ходить не надо и так далее. Вот такая работа должна постоянно проводиться, и пока она будет, эта работа, будет, как сказать, будет понимание. Я думаю, что вот в этом, наверное, кроется суть. Да, самое важное, это чтобы стороны две не шли параллельно друг к другу, обязательно пересекались и как-то вот коммуницировали, и от этого, наверное, тоже всегда будут плюсы при таком положительном заряде на общение, на коммуникацию. Спасибо вам большое за эту важную информацию, за беседу, всего хорошего. Пожалуйста. С праздником профессионально поздравляю лично вас и вашей коллективе. Спасибо большое. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова